Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас второе интервью с доктором Эдуардом Пергушкиным. У вас есть уникальная возможность задавать вопросы врачу в комментариях под этим видео. Видео будет длинное, может быть, многие вопросы вас не интересуют. Время все ограничено. Посмотрите оглавление в описании к этому видео. Можно нажать на цифру, допустим, 15 минут 15 секунд, попадаешь на свой вопрос. Сегодня на вопросы отвечает врача Стрепат, с большим опытом, обладающий огромным количеством дипломов и образований. Я думаю, такая возможность бывает нечасто, поэтому внимательно посмотрите видео, задайте вопросы в описании, напишите, на какую тему еще снять интервью, что спросить. Может быть, мы в прямом эфире в дальнейшем будем сотрудничать, так как в другом городе, к сожалению, Эдуард проживает. Метод Бубновского. Насколько я с ним знаком? У меня один товарищ работает по этому методу, знакомый. У меня работают, в принципе, тренеры знакомые. И мои клиенты рассказывали, как они ходили, обучались, тренировались в центре. Были и положительные, негативные отзывы. Негативные, что недостаточно овладев мастерством, тренируют люди, не имеющие необходимого навыка. Но что я знаю в этом методе? Может быть, тоже мои знания поверхностные очень и искажены, как и об эстеропатии. Но что нужно тренироваться, даже когда у тебя травма, даже когда у тебя болит, даже когда острая травма. Нужно в режиме, ну, конечно, небольшими весами, конечно же, щадящие упражнения, но нужно создать поток крови, который снимет воспаление. То есть, согласно Бубновскому, сейчас у меня болит спина, надо делать обратную гиперэкстензию, там, махать ногой назад, в сторону, там, по многому, по 10 подходов, там, по 15 раз, и создать кровонаполнение, и это снимет острый болевой синдром. Что ты думаешь об этом методе, вот, лечения с помощью закачки? Грубо говоря, это же лечение с помощью закачки крови, правильно? Грубо говоря. Ну, отчасти. Ну, на самом деле, идея, которая лежит в основе, она интересна. Задействовать так называемую постуральную мускулатуру, которую мы в обычной жизни почти не используем. Но это та мускулатура, которая способна месяцами переносить перенапряжение. И вот это вот спазм, который способствует ограничению подвижности различных участков тела, тех же позвонков, ребер, внутренних органов. Если его расшевели, там, посодействовать кровообращению, то и будет счастье. Отчасти да. Ну, вот, например, про острую травму, да, например, как вот сейчас. Задача-то не обеспечить приток крови, а задача обеспечить венозно-лимфатический отток, чтобы уменьшить воспаление в ткани. Поэтому в данном случае привлечь туда дополнительную кровь не проблема. Получить обострение легче легкого. Поэтому нужно так, немножко аналитически к этому подходить. Кроме того, ну, ко мне-то приходят те, кому не помогают. Поэтому я знаю, что исполнение вот этой здравой идеи, оно страдает. Потому что действительно нужно подходить, исходя из знаний анатомии, физиологии, как отреагируют на это, прежде всего, вегетативно-нервные системы. А ее, в первую очередь, нужно успокоить, особенно в острый период. И, соответственно, если мы будем ее драконить упражнениями, раздергивающими постфолами мускулатуру, раздергивающими симпатические нервные стволы, раздергивая вегетатику, то, соответственно, мы получим ухудшение. Вот сейчас вот я получил там позавчера травму на становой тяге 180 кг. Сейчас мне нужно как себя вести? Стараться там поменьше двигаться, вообще не двигаться, лежать, ходить, тренироваться, тренироваться с ограничениями, вообще не тренироваться. Ближайшие там неделю-две, что делать? Ну, вот твой случай, с моей точки зрения, я же ее считаю правильный. Ну, конечно. Он будет индивидуальный, то есть его нельзя будет применить для всех. Потому что этот сеанс сделал я, потому что это Юра, у него есть своя биомеханика, своя работа нервной системы. Я бы сказал так, вот сегодня тренировку на тренировку не надо. С завтрашнего дня в обычный ритм жизни. Восстановление микроциркуляции занимает около 72 часов, поэтому ближайшие 2-3 дня должно становиться легче, легче, легче. Ну, вот я прихожу в зал, мне же, наверное, нельзя брать опять становую тягу и 180 кг тянуть. Мне же, наверное, можно... Почему? Мы же все расслабили. Ну, если картинечкой плече, да, регион таза, регион право-тозабедренного стала, регион слепой кишки, раздраженные симпатические мировые сплетения, непарный пол, непарный вело, геофракный. Мы все расслабили. То есть, условия для хорошей работы, циркуляции жидкости, мы все сделали. Все, дальше обычный ритм жизни. Ну, вот от чего я чувствую боль? Что-то ущемилось? Какая-то есть гематома где-то внутри ткани? Что там такое? Навряд ли же там раздробился какой-то позвонок, да? Нет, конечно же нет. Вот то, что ты услышал в виде щелчка, это разлепление суставных поверхностей самих позвонков, фасеточных суставов. Ну, это то, что делают во время мануальной терапии. Можно сказать, сделать такую манипуляцию в себе. Почему я сказал, что это боль хорошая? Когда разлепил, сегмент стал более подвижен, усилился кровоток, а венозный ток, лимфатический, он по-прежнему был не очень хорош. Для этого нам нужна хорошая подвижность не только этого сегмента, но и близлежащих, и вверх до самого впадения в венозные углы. Куда впадает лимфа. А тут никто не поработал. И когда я пробовал подвигать вначале твою верхнюю апертуру, то верхние ребра, ключицы, лопатки и, соответственно, все ткани, включая сосудистонервные пучки, все в зажатом состоянии. Поэтому ожидать того, что как бы это само собой бы все наладилось? Нет, не наладилось бы. Расслабили, все. Теперь есть условия для хорошей работы и обычной тренировки. Ты все-таки против закачки боли? Или если можно ее закачивать, не испытывая дискомфорта? Вот так, да? Вот очень сложный вопрос. Да, все зависит от того, в каком состоянии нервной системы, которая отрегулирует тонус сосудов. И повторюсь, нас тогда в первую очередь будет интересовать венозный лимфатический отток, насколько вот этот баланс между симпатикой и парасимпатикой хорош. И, соответственно, насколько ткани позволят этой крови всем этим жидкостям оттекать. Вот, допустим, у человека диагноз, там, грыжа позвоночника, там, протрузия. Вот он имеет такой диагноз. Мне вообще сказали по рентгеновскому снимку, я не знаю, правильно ли это, марта не было, что у меня три грыжи. Я не знаю, может ли рентген это показывать. Только при условии контрастирования спинномозгового канала. Не, не, ничего там не контрастировали. Ну как, я не пил никаких жидкостей, ничего там. Нет, там не пьют, там колят. Ничего не кололи. Значит, по рентгену это уже неправильный был диагноз, с верхним рогомом поставлен. Вот так вот. Есть один вариант, так называемая грыжа шморля, когда межпозвонковый диск, точнее пульпозное ядро, продавливает замыкательные пластинки. С одной стороны, с двух сторон, и тогда мы видим деформацию вкусного тела позвонка. Ну, видимо, он нашел три грыжи шморля, значит, на рентгене. Не страшно. Один из моих знакомых врачей, традиционный медицинный представитель, спортивный врач, считает, что вообще выполнять становую тягу нельзя. С весом там более какого-то очень небольшого веса, там максимум 100 килограмм, а это бессмысленно. Можно ли выполнять становую тягу? Поскольку некоторые специалисты говорят, что это бредно, и становую тягу, а также ряд других упражнений, таких как гудморнинги, делать вообще нельзя, что это обязательно приведет к грыже и другим проблемам. Ну, в таких случаях нужно всегда спрашивать все-таки у специалиста, почему он пришел к таким выводам. Ну, иначе такое голословное рассуждение получается. Если говорить же о моем мнении, то я исхожу из простых вещей. Чешские вертебрологи когда-то показали, что прочность межпрозвонкового диска в поясничном отделе выдерживает нагрузку до 2800 килограмм. Ну и где-то мы эти мегатяги, да, даже рядом не приближиваются. Тем не менее, мы можем видеть, что когда действительно просаживается высота дисков, на МРТ-шных снимочках видны специфические изменения, когда диски в буквальном смысле чернеют, это говорит о том, что микроциркуляция в диске нарушена. Это говорит о том, что в теле накопились такие напряжения, что сдавливают этот диск, вызывая выпячивание или даже формирование настоящих грыж, то есть когда прорывается фиброзное кольцо и там куда-то что-то выпадает. Я не знаю статистики между спортивными и неспортивными человеками, но я думаю, что она будет гораздо хуже в сторону неспортивных людей, у которых этих проблем с поясницей, с шеей или с другими отделами гораздо больше. Почему? Потому что спортсмены все-таки увеличивают свой функциональный потенциал. То есть запас прочности, он гораздо выше. Поэтому я бы сказал, что не только можно, а обязательно нужно делать. Потому что пока вы там поднимаете, не знаю, сумку из магазина или там мешок картошки, то риск получить травму у обычного человека несравнимо выше, чем у спортсмена, который привык биомеханически выполнять правильно. А есть люди, они не могут выполнять правильно становиться. Например, я не могу. Посмотрел на соревнованиях, практически все высокие спортсмены тянут горбом. И 300, и 400 килограмм прекрасно себя чувствуют. Потому что у них при их росте, их гибкость или какой-то там кифоз врожденный не позволяет им, присев, взявшись за шланг, удержать спину прямо. Более того, мне сказал один недавно параллельфтер, что на соревнованиях вообще там, не знаю, процентов 70 спортсменов на больших весах спина гнется, идеальной техники нет. Тем не менее, такого нет, как это сказать, что вот прошли соревнования, и все лежат. Возникает вопрос, если ты не можешь физиологически и с идеальной прямой спиной делать становую, все равно делать с небольшим весом, постепенно его повышать, и стараться просто по мере своей возможности делать хорошую технику, отрабатывать, стремиться к этому, или вообще не делать. Если ты вот не можешь идеально, вот маленького роста человек может подойти к штанге, присесть, спину вставить, встать. Высокий далеко не всегда, понимаешь, о чем я говорю. Может дело в гибкости, может дело в кифозе, я не знаю, в чем дело, в растяжке. Что скажешь, можно ли делать, если человек с утолицы не может вставить спину, по физиологии? Ну, у каждого физиология своя, у каждого свои рычаги. Спины, рук, бедер. Поэтому такой вот идеальной техники становой тяги, от которой должны все подстраиваться, ее просто не существует. Кто-то делает срыв ногами, кто-то делает срыв спиной. Кто-то тянет горбом, ну, наверное, апофеоз Константин Константинов с его рекордами 430,5 кг, который тянет просто на круглой спине. Делает он это уже много лет и никаких проблем при этом не испытывает. Ну, так, по крайней мере, насколько я об этом знаю. Но, по крайней мере, он занимается много лет и выступает. Поэтому здесь, конечно же, нужно биомеханику движения приспосабливать под себя. У кого длинные руки, естественно, ему легче будет стартовать с ног. У кого длинные бедра, то, конечно же, ему придется как-то там спинкой переучиваться делать. Например, как бодибилдер, Ронни Коллиман, да? Он же спиной тянул. Пожалуйста, огромные веса тянул. Вопрос. Скажем так, вот я пошел в зал, делал с танами. У меня травма. Как понять, насколько все плохо? Вот если у тебя заболела спина, как понять, приговор это или нет? Вот грыжа же, она может образоваться. В сторону, в одну сторону где-то более опасно, в другую сторону где-то менее опасно. Какие симптомы, что вот прям вообще там полная труба, полный песец? Если там немеют ноги или что должно быть? Ну, начнем с того, что грыжа куда-то там может выпячиваться, может быть безопасно, может быть опасно. Это все фигне. Незнание живой анатомии, типа там грыжа, может придавливать сосудистый нервный пучок, который там выходит в межпозвонковом отверстии. Нет, ничего там не придавливается, по этому поводу можно вообще ничего не париться. Но бывает же, что вот у людей сильная боль, они там лежат ногами вверх, там не могут вообще там ходить, не могут нормально. Ну, я думаю, что однозначный совет должен быть сразу к врачу. Я думаю, что, наверное, прямо первый врач, который должен быть, это, наверное, все-таки остеопат. Я имею в виду врач остеопат, который может посмотреть, оценить ситуацию и сказать, сейчас мы с тобой его сделаем так, раз-раз-раз, и все будет нормально, там через день, там через неделю вернешься к тренировке. При необходимости врач назначит до обследования, там, назначит, там, дополнительному врачу заглянуть, там, к вертибрологу или, там, к неврологу, какие-то дополнительные обследования. Вот мне нужно сейчас идти к вертибрологу и дополнительно обследоваться? Почему? А вдруг там у меня позвонил какой-то, извините, я понимаю, что эскетическое донорство, там, как-то опасно травмировался. Ну, вообще, хороший-то вопрос задал. На самом деле, нужно делать, нужно отвечать словами Кристиана Флэша. Он говорит, одна из его рекомендаций звучит так. Все, что касается лечения, диагностики, диеты, является настолько важным, насколько вы это считаете важным. Вы хозяин выздоровления. Если в голове зреет мысль, а мало ли что там случится, да иди сделай МРТ и успокойся. Это будет гораздо проще, чем, там, кто-то там сказал, не, фигня, это все, а сидишь дома и кручешь, блин, а вдруг там чего? И все, начинается вот эта симпатоадреналовая реакция, то есть стрессовая, все измечает напрягаться. Вы спортивный тот жвач посоветовал 5-7 дней пить обезболивающее, если не будет положительной динамики, тогда идти и делайте МРТ. Классическая рекомендация, но дело в том, что я знаю людей, которые не то что месяцами, годами сидят на нестероидных противовоспалительных средствах и, тем не менее, продолжают страдать от боли. Ну и что? Им делают различные обследования, рентген, МРТ, компьютерная томография, у вас все в порядке. Я очень рад, что на исследовании все в порядке, но у меня болит. Не, ну он не с этого годами же, не сказал, что до 5 дней там должно пойти, если это незначительная травма. Ну хорошо, не прошло, пошел делать. Ну говорят, у вас там протрузия, там, не знаю, 3, 6, 9 мм. И что дальше? Надо что-то какую-то методику лечения. Возвращаемся к тому, что нужно разгружать позвоночный двигательный сегмент. Кто этим занимается лучше, чем мастеропаты, я не знаю. Нет, методик на самом деле миллион. Там массажи, там, подводное вытягивание, сухое вытягивание, там, физиолечивание. Кстати, есть доска, как она называется, тоже доска Бубновского, да? Когда ты на ней лежишь и делаешь всякие волны, изгибания. Вот доска, она ставится к шведской стенке и называют, по-моему, аппарат Бубновского или что-то такое. Там надо вытягиваться, волну делать. И вот у тебя расслабляется спина, а многие вниз головой висят на турнике. Нужно ли делать вытягивание, как ты считаешь, для профилактики какой-то? Я считаю, что это полная ерунда. Но, слава Богу, у меня все-таки большой опыт работы за плечами много лет. Плюс я много лет уже практикую, как костяпа, а ты видел самых разных людей. От обычных до профессиональных спортсменов. И ни разу не встречал, чтобы это было сколько-нибудь эффективно. Я имею в виду по-настоящему, в долгосрочной перспективе, что приводит к выздоровлению. Поэтому не считается прям каким-то лечением. Один мой друг, его зовут Егор Рубанович, у него канал больше 100 тысяч подписчиков. Он всем рекомендует гимнастику. Очень простую. Делать каждый день. А если что-то болит, так вообще по 10 раз в день. Потому что она его спасла. И он советует, болит, не болит, эту гимнастику делать. Упражнение из йоги. Когда ты ложишься на спину, на руки на пол. В право колени повернул. В лево колени повернул. В право колени в лево. Ну, грубо говоря, делает там в день, я так понимаю, десятки таких поворотов. Что это упражнение из йоги? Оно универсальное. Оно как бы более щадящее, чем мануальная терапия. Когда тебя кто-то крутит. И вот оно нижние отделы расслабляет. И снимает там всякие ущемления. Что ты думаешь о таком упражнении или подобных упражнениях из йоги для оздоровления и профилактики поясницы, там всяких проблем? Можно это делать параллельно или наоборот нельзя делать такие вещи? Ну, начну с того, что йогу на сегодняшний день очень часто воспринимают как некую индийскую гимнастику. Но это не так. Ну, я знаю, что есть там целое учение, там с какими-то там, чуть ли не секта, да. А есть просто вот упражнение гимнастика. Я говорю просто об упражнении таком. Его можно просто делать? Или надо обязательно быть посвященным йогам? Сейчас докончу мысль. Извини, пожалуйста, продолжайте. Это все-таки не секта. Это определенные знания, которые были систематизированы, говорят, в течение многих тысяч лет. И в конечном итоге легли в основу ведизма. Поэтому это не просто упражнение. Эти упражнения, они должны чему-то способствовать. Поэтому взять, там, из комплекса выдернуть и вот этого делать, ну, ничего не получится. Но человек говорит, что он вообще, там, поднял себя, там, чуть ли не был, от боли умирал, начал делать, и у него прошло. Могло пройти само по себе со временем, да? Вот, да, есть такая проблема адептов различных видов, там, не знаю, тренировок, там, лечений, диеты. Вот мне помогло, значит, вам всем остальным поможет. Ну, вообще-то ты немножко другой, чем все остальные. Начнем с этого. Поэтому то, что помогло, это хорошо. Но не факт, что это сейчас для тебя сработает. Или через 10 лет. Потому что были определенные возможности, скажем так, звезды светили определенным образом, и сработало. А может быть, просто совпало. Непонятно. Как ты думаешь, почему такое происходит? Что днем облегчение, а ночью обострение? Мне кажется, здесь проще объяснить с точки зрения китайской медицины. Вот есть у нас 5 первоэлементов, которые дают нам энергии. Когда мы совершаем определенные движения, нам нужна одна энергия. Когда мы сидим, другая. Когда лежим, третья. И вот когда человек говорит, что я вот полежал, мне становится хуже. Там начинает ныть нога, поясница, голова болеть или что-то еще. Это как раз говорит о том, что у него хватает определенного качества энергии. Если переходить на простый язык физиологии, то мы скорее здесь будем говорить о том, что витальность организма, то есть вот эта способность двигать всю систему с тканями, с жидкостями, она снижена. Поэтому происходит застой жидкости, нарушаются обменные процессы. И вот эти метаболиты начинают раздражать нервную систему. И организм говорит, хозяин, ты залежался, давай подвигайся, немножко простимулируй вот это вот все. Чего ты говоришь? Я подвигаюсь, мне становится легче. Пожалуйста. Возникает вопрос. Как правильно лежать на кровати, если ты получил травму спины? На спине, на животе, на боку. Имеет какое-то хотя бы значение? Не, не, не. Или так, как тебе удобнее? Совершенно верно. Есть даже такой технологический лечебный процесс, стрейн-контер-стрейн. То есть, когда пациенту специально позволяют уложиться в такую позицию, где наступает состояние покоя. Поэтому не существует правильной позиции, потому что у каждого будет индивидуальная биомеханика, подстраивающаяся под свои стрессы, под свои напряжения. И, соответственно, кто-то может завернуться, там, не знаю, буквой ЗЮ, и чувствует, что стало легко. Все, вы нашли свой контр-стрейн. Все, лежите себе, отдыхаете. Ну, на самом деле, я думаю, самая простая рекомендация – это все-таки не затягивать тело, а двигать к врачу. А если ничего не болит, как правильно лежать, чтобы была здоровая спина? Вот в какой позе спать? Тоже как удобно? Конечно. То есть, рекомендации, как от вертибролога, остеопата, потому что в какой позе спать? Ну, хорошо, а на жестком, на мягком надо спать. Вот некоторые на досках спят, с гордостью рассказывают, я сплю на досках. Другие там на пуховых перинах. Для здорового позвоночника, вот сейчас ортопедические матрасы очень модно, что вот это идеально. Много слоев там чего-то, там войлок, там смойлок. Как правильно, на чем правильно спать, насколько жесткую надо выбирать себе постель? Да здесь, опять же, все очень индивидуально, потому что можно встретить адептов, там, жестких постелей, которые говорят… На гвоздях там поспать, да. У меня там через это все прошло, все болезни прошли, я исцелился, стал просветленным. И кто-то будет говорить, я не могу спать на жесткую, у меня тут болит, там ломит, это неудобно. Зачем мне это надо? Все-таки сон, он должен приносить чувство отдыха, чувство расслабления и утром наполненность силами. Ну, соответственно, выбирайте. Приятно, как бы доктор, все разрешает практически, лишь бы человеку было хорошо. Конечно. Жизнь и так не всегда простая. Зачем ее себе усложнять? Ладно. Значит, аппликатор, я правильно говорю, аппликатор или аппликатор Кузнецова? Да по-разному пишут. Я просто, простите, я же не врач, я вообще не специалист в области варкеморологии, там, постепатия. Я всего лишь, и жаждущие истины, да, для зрителей своего канала, для подписчиков. Некая пластиковая или деревянная дощечка с иголочками, ты на нее ложишься и чувствуешь, что у тебя в области поясницы идет усиленное кровонаполнение, кожа проливает кровь. Соответственно, есть надежда, что и к мышцам проливает кровь. Распространенный популярный метод, как он работает и работает ли он, и нужно ли это. Как делать, если болит, если ничего не болит? Ну, действительно, многие пациенты не рассказывают, что, полежав на аппликаторе различных авторов, становится легче. Здесь важно понимать механику процесса. Человек ложится, ему больно, идет перераздражение нервной системы, в мозге включается антиноцецептивная система, которая обезболивает. И человек говорит, ну, вот мне стало полегче. Ну, если нет других вариантов, почему бы и не попробовать, да? Легче жить становится уже хорошо. Но все-таки, наверное, имеет смысл не запускать процесс, а все-таки разобраться, от чего возникает боль. То есть, эти все методы, ты не то, чтобы их ярый противник, но ты считаешь, что более грамотный подход идти через остеопатию. А в комплексе все использовать ты не рекомендуешь. Ну, против, я уже понял так, что ты абсолютно не против занятий спортом, ты только за. Что это однозначно нужно, одних массажей мало. Это спорт, это здоровье, все-таки. Боюсь, что массажи они не дадут здоровья. Более того, массаж – это такая же лечебная манипуляция, как и многие другие. Это, опять же, нагрузка на нервную систему через активацию различных рефлексов, то есть через кожные, через работу с опорно-двигательным аппаратом, через работу с внутренними органами. По-умному это все называется дерматовисцеральный, дерматосоматический, соматовисцеральный, висцеросоматический рефлексы. То есть это все-таки лечебная манипуляция. Это не просто там помяли и все миштяк. Может это делать любой. Все-таки в этом нужно быть специалистами. А как же профилактические массажи, как же вот рекомендуют спортивные массажи? Что вот есть люди, они не могут заниматься спортом, им лень поднимать свою тяжелую толстую попу и идти в зал. Они думают, а буду я три раза в неделю, деньги у меня есть. Буду я три раза в неделю вызывать на спортивный массаж себе людей. Они будут меня мять в мышце. Это тоже как бы тренировка. И сейчас еще и МС тренировки популярны. Ток пропускать через мышцы. То есть чтобы не пахать в зале на тренажерах какие-то варианты пассивного тренинга. Что ты думаешь? Не, нифига это не работает. Ну как же вот человек получит травму? Ему говорят сначала пройдите 10 массажей, потом идите в зал. Или все в комплексе. Типа как массаж укрепляет, а не зевует мышцы. Или не так? Нет, не все так однозначно. К счастью или к сожалению не знаю. Все-таки нужно пахать. Нужно уметь включать свою нервную систему. Нужно уметь посылать импульсы через нервы, через синапсы. Задействовать эти мышечные веретены. И никакие электронные или пассивные движения это не заменят никогда. Спорт нужен регулярно. Массажи. Ты считаешь, что это надо в лечебных целях. Профилактические массажи ты их не поддерживаешь. Но у меня был период в жизни, что я готовился к чемпионату мира. Я тренировался 3 раза в день. Я практически не ел. Там было 500 калорий в день, 300 калорий в день. Вот такие, такой режим. Тренировки были как с большими весами, так и ходьба по стадиону быстрым шагом. То есть цель была добиться максимального истощения подкожной жировой парфлойки. Я добился. Но последние 2 недели перед соревнованием полное угнетение, естественное истощение. И вот я приглашал массажистов различных. И тайский массаж, когда тебя там по-всякому тянут. И растирающий массаж обычный, классический. Я прям чувствовал, что мне это придает сил, что мне это восстанавливает. Опять-таки спортсменам на каких-то базах, где они усиленно тренируются, у них же там есть массаж. Что ты скажешь на такой аргумент, что ты только что говорил, что массаж для обычного человека, для профилрегулярной не нужен. Ну или вроде как не нужен, может я неправильно понял. А вот в спорте применяется в режиме усиленных тренировок. Ну повторюсь, массаж это все-таки лечебная манипуляция, которая выполняется по определенным показаниям. Используются определенные техники, определенная последовательность. Сказать, что массаж неэффективен, нет, это будет неправильно. Он эффективен, но он должен применяться тогда, когда он должен применяться. И есть такой нюанс, пока система способна это перевалить, да, несмотря на то, как ты рассказываешь, много нагрузок, истощен, но все равно система могла усоверить. Тогда он эффективен. Массаж это тоже нагрузка. Да. Я понял, чтобы это было правильно, рассчитано, дозировано, тогда это будет работать. Совершенно верно. Допускаешь ли ты употребление противовоспалительных средств, например, НПВС. Нестероидные противовоспалительные средства. Человек получил травму. У него острая боль. Он, конечно же, может обратиться к тебе. Но может ли он принять таблетку противовоспалительного средства, чтобы уменьшить болезненные ощущения? Ускорит ли это процесс восстановления? Или это только обезболивает все-таки? Ну, начнем с НПВС, да? Они в том числе обладают и обезболивающим действием. Конечно. Второй момент. Не всегда у людей есть возможность попасть к специалисту высокого класса, который своими действиями может обезболить. И тогда, конечно же, какой смысл терпеть, если там нарастает отек, нарастает воспаление, то нужно противовоспалительный и обезболивающий препарат принять, чтобы немножко своей физиологии помочь. Поэтому, конечно, да. То есть в качестве дополнительного средства ты это допускаешь. Не говоришь, что надо терпеть, стеснуть зубы и вот мучиться любой ценой. Я даже более того скажу. Иногда я ставлю руки в боки, надуваю щёки, говорю, что я в этом деле неплохо разбираюсь. Но несколько случаев в году, когда после сеанса человек говорит, что мне всё равно продолжают болеть, бывает. И что же мы теперь мучиться, что ли, чтобы я продолжал надувать щёки? Конечно же нет. Распалительные препараты и, так сказать, поиск следующих каких-то действий, да? Да, и продолжаем работать над биомеханикой, больше и лучше её освобождая. Я понял тебя. Ну что ж, великолепно. В таком случае, дорогие друзья, у вас есть возможность задать вопросы профессионалу своего дела, остеопатию с огромной многолетней практикой, также имеющему образование в области традиционной медицины, имеющего официальное медицинское образование. Две минуты про традиционную, нетрадиционную. Да, 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 конечно. Потому что последние пару интервью всё время мне задают этот вопрос. Остеопатия традиционная или нетрадиционная? Или она альтернативная? Я обычно привожу такой пример. Представьте себе, у вас что-то заболело в животе. Вы идёте к врачу, например, к терапевту, он говорит, ага, это похоже желудок, идите к гастроэнтерологу, сделайте ФГДС, сделают ФГДС, о, у вас признаки гастрита, сделают ещё пробу, найдут этого микробы хеликобактера, и говорят, всё понятно, у вас гастрит, потому что у вас там микроб, давайте мы его пролечим четырьмя препаратами, которые написаны в якобы научной методичке. Типа научно обоснованно, всё. Были два деятеля, которые получили Нобелевскую премию за открытие этого хеликобактера. Однако, что мы имеем на сегодняшний день? Более 90% здоровых людей являются носителями этого хеликобактера, никакими гастритами не страдают. Это раз. Следующий момент. Нам же интересно, каково кровоснабжение желудка. Например, как себя чувствуют правая или левая желудочная артерия, ну и другие. Как учитывает это доктор-гастроэнтеролог? Я думаю, ни один такого гастроэнтеролога не встречал. Если мы вспомним, что желудок имеет натяжение пищеводное, дно желудка имеет связку с диафрагмой, связку с селезёнкой, ну и так далее. Кто поинтересовался подвижностью желудка? Вряд ли вы встречали такого врача. Нас интересует вегетативная иннервация этого самого желудка, то есть то, что регулирует деятельность этого желудка. Конечно же, интересует. Кто интересует состоянием симпатического нервного сплетения желудка? Я не думаю, что вы встречали такого гастроэнтеролога или даже невролога. Нас интересует состояние блуждающих нервов, которые идут от ствола мозга, и иннервирует в том числе этот желудок. Конечно же, интересует. Кто им занимается? Так о какой традиционной и нетрадиционной медицине мы говорим? В моём понимании, всё-таки традиционная медицина, она учитывает анатомию, физиологию, нейрофизиологию и всё остальное. Картиночка от лечения. Были ли случаи из лечения каких-то серьёзных заболеваний, не связанных с позвоночником у тебя? Да, конечно. Но на сегодняшний день в моей практике боли различных локализаций – это не самая частая жалоба. Приходят люди с самыми разными проблемами. Мигрени, головные боли, связанные с погодой, головокружение, проблемы с лёгкими, особенно хронические, проблемы с сердцем, гастриты, язвенные болезни, желудка, двенадцатиперстные кишки, желчекаменная болезнь, мочекаменная болезнь. Ну, то есть, самый-самый разнообразный спектр. И удаётся получить положительные результаты? Ну, да, я думаю, что цифра приближается к ста проценту. Ну, это потрясающе. Друзья, чтобы не пропустить следующие видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, нажмите на кнопочку, колокольчик, чтобы настроить уведомления о новых видео к себе на почте, чтобы не пропускать интересные видео. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки. И, если вас интересует бодибилдинг, жидание жира, обращайтесь лично ко мне, пишите лично мне. Если вас интересует остеопатия, улучшение своего здоровья, пишите доктору Перушкину, он ответит на ваши вопросы. Смогу ли, пока, друзья! Продолжение следует...